всем привет обзор на бумагу colors lana 160 грамм поработаю пастелью paul rubens работать буду вот с этого рефа первое ощущение бумага такая сухенькая я думаю вы понимаете о чем я говорю не скользит думаю будет нормально впитывать единственно rubens он не из тех пастель который уж так прямо впитывается сразу ну имейте ввиду понятие впитывания это очень относительная штука субъективная и понять о чем я говорю насчет впитывания сможет нам только тот человек который работал много разными видами масляной пастели что допустим тот же ван гог но вот возьмем пример синий fc вот если его так потерять и растереть то вот этот жирок он неплохо как бы впитывается условность жирок а вот у rubens а он вязкий сам состав мелка весьма вязкий такой медовый и уже так насчет впитывания не скажешь поэтому впитывание это термин весьма условный фактурка не очень крупная но есть это касаемо бумаги то же время она как бы немного плотненько то есть как бы нет такой мелко наждачной фактурки опять же не нужно путать и думать что и потом видеть есть постельматы или есть там наждачки почему ты ждешь от этой бумаги такого же результата или качество я от этого не жду я сравниваю с этим например у того же фалафеля он не наждачка и не постельмат а фактурка мелкая равномерная ее не видно как бы не есть признаки вот этой наждачности когда хорошо пятно растирается там и она такой равномерненько классно и в то же время проводя мелком цепляется так как-то клёво и немного и равномерно а здесь цепляется вроде как чуть-чуть но вот эти чуть-чуть толстоватой что ли но это все идет речь конечно каких-то не микро там микро размер на на миллиметрах но пока под пастелью паулю рубинс вот это ее шероховатости которая одновременно вроде как и гладкая шероховато 2 в одном здесь по ощущениям тактильным хватает этой шероховатости под рубинс то есть цепляется неплохо он оставляет хороший жирный след умеренно жирный и если это жирность размазать получается неплохо кровь честно говоря вот обзор бумаги это весьма условная такая штука потому что но объективно в принципе я думаю сейчас возьму лист от принтера обычная вот бумага офисная я думаю на нечего-то слеплю нормально просто будет сложнее и ну не комфортно работать поэтому это очень и очень относительные все вещи то есть это значит следующее что примерно бумаги у 160 граммовые там плюс-минус они как-то работают очень похожи есть разница конечно разница в скольжении бумаги скажем так если сравнить примеру тот же палаццо тоже 160 грамм и вот эту бумагу именно эту то палаццо она немножко клеенчатая скользенькая слегка ну поплотнее помял весь лист но суть понятного то есть это как бы сухенькая такая как-то бумажная прямо это вроде как признаки клеенчества один еще из признаков бумаги вот насколько она условно хорошая или не хорошая это тот факт когда мы вот так сильно напитываем ее масляной пастелью вот как второй след ложится вот здесь он уже чуть-чуть начинает проскальзывать но это правда работает так рубенс именно рубенс он очень плотной если вот так укрыть укрыть хорошим таким мощным слоем даже не толстым подчеркиваю не толстым а просто плотным прокрыть всю бумагу все вот эти и поры забить то потом такой лидок получается вот таким лидком скользко скользким таким качеством как раз обладает на старте уже палаццо на палаццо даже другой по пастелю порой может возникнуть проблемка с этим но все опять же это очень субъективные такие штуки это нужно не понимать как-то в буквальном таком смысле слова в принципе знать что какие-то такие нюансы есть что почему нежелательно сразу фигачить прямо очень жирными слоями а если и равномерно все пора покрасить то максимально тоненько просто задние слоечки создать там до звучания и все норм потом уже можно там активный мазок врубать и все будет но в то же время вот допустим тот же вот ван гог по вот этому укрывистый мода хорошо ложится поэтому что мы можем сказать что дело не только бумаги но и в пастели какая именно работает пастель и отмечаем качество разных пастелей мы можем уже как-то выстраивать стратегию тактику работы именно зная свою пастель ну и знаю свою бумагу и вот и получается что бумаг в принципе подходящих под масляную пастель столь великое множество что наверное чуть ли не на любой но условно на любой понятное дело что есть какие-то штуки которые на совсем ради интереса думаю попробую как-нибудь нарисовать на офисной бумаге рассказала что будет так рубенс в деле как всегда он жирный хороший плотный мощно все оставляется и надавить при этом не нужно держит так уплотни чуть-чуть деньги это очень классный мелок очень полезно очень нужные вот этот именно ван гоговский темно-синие не в каждом наборе например в пауле рубинсе такого темного синего просто у меня например нету меня два набора 36 48 который макарон так называемый классический там набор так вот они в принципе как бы не то чтобы там отличаются друг от друга они как бы наверно ну обогащают друг друга не более того но в каком-то смысле слова в плане тональных границ эти мелкие чуть ли не одинаковые на макарон немножко там побелее побольше разбелов каких-то оттенков но оттенки то оттенками их много но тональны между собой они очень близки клёво клёво пауле рубинс в этом плане вот такие штуки то в принципе мунге тоже кстати еще много зависит от температуры в комнате то есть объективно ну не только в комнате на улице короче если температура нормальная теплая желательно потеплее то большинство пастель и масляных вот так идут таким вот жирком остаются и в то же время таким как бы рваненькие следы таки оставляет клёвая прям масса на живопись какая-то начинается так рубинс у нас перекрывает перекрывает пока нормально почему кстати пастель еще часто не прикрывает ну скользит то есть как бы набегает большой слой опять же и все поэтому параметры перекрывания это тоже очень относительно можно слышать допустим некоторых из устах скажем некоторых обозревателей или просто мнение что о там пастель мало перекрывает или не перекрывает свои тут вопрос еще как к работаю велась поэтому она любая перекрывает от каждой пастели не нужно ждать того же самого что может одна то не может друга допустим рубинс вот он не очень-то полупрозрачные слой оставляет зато в мощной так вот так мощненькие мазульки кстати касаемо рубинса вот у него есть мелки ну зависит от мелков это кстати не только в рубинсе что какие-то мягкие а есть некоторые персоны которые не очень поэтому тоже по одному мелку не судят вот этот очень ложится хорошо везде хорошо без проблем на этом друзья у меня все буду закругляться наш быстрый тюдик подходит концу бумага собственно ну прям скажу обычная ничего сверхъестественного ничего плохого ничего супер хорошего то есть такая рабочая нормальная поверхность все стабильненько все спокойненько отдельных каких-то замечаний по ней сказать не могу допустим есть бумаги у которых вот некоторые параметры прям можно вот так вот вычленить как-то вывести какое-то стабильно отличное здесь такая золотая серединка классика призываю вас побольше работать сейчас лето начинается не пропустите пленеры все это очень здорово пленеры очень круто обогащают нас как художников и живописцев поэтому желательно это время не упустить на этом у меня все до новых встреч подписывайтесь на канал пока пока пока